Оксана Ферчук, я руководитель стартапа, который называется ВЧАСНО. Этот стартап появился реально очень недавно. Мы команду собрали в ноябре. За два месяца написали MVP. Первым пользователем нашей MVP стало наше же предприятие под названием «Закупки пром.юа». И вообще мы этот стартап сделали в холдинге «Эва Кампани». Если знаете, что такое «Эва Кампани», это площадки маркетплейса. «Закупки пром.юа», «Бигель», «Крафта», «Кабанчик». В общем, мы специализируемся на работе в сегменте e-commerce. И так, достаточно быстро мы написали сервис. Как уже говорила, «Закупки» стали нашим первым клиентом. И где-то с середины марта мы начали предлагать наш проект для коммерческого использования и продавать его на украинском рынке. Когда Коля Полиенко, это руководитель нашего холдинга, предложил мне идею сделать сервис электронного документа оборота, у меня такое лицо, такое кислое такое стало, ну совсем неинтересно, думаю, елы-палы, что же это такое, никакого фана. В реальности оказалось фана много, а еще больше пользы, потому что разобравшись очень быстренько в легальном обосновании использования электронных документов, мы поняли, что еще с 2003 года вся первичная документация, все документы, которые наши с вами бухгалтерии готовят, юристы готовят, все хранят, можно создавать, пересылать и хранить исключительно в электронном виде. Представьте себе объемы экономии всего, экономии времени, экономии бумаги, экономии денег. В общем, на наш взгляд, переход на электронные документы, это история следующих 2-3 лет. В Украине уверено, 60-70% всех предприятий, любых предприятий, перейдут на работу с электронными документами в ближайшие 2-3 года. Серьезными промоутерами электронных документов являются, как ни странно, наша налоговая, которая запретила, например, работу с налоговыми документами в бумажном виде и принимает налоговые накладные только в электронном. И наше правительство, которое, например, ввело электронное декларирование и таким образом через пень-колоду, но научило людей тому, что такое электронно-цифровая подпись и как этим пользоваться. Но коротко расскажу, как работает сервис. Представьте два предприятия. Например, это маленькие предприятия, бухгалтер Таня и бухгалтер Костя. У них либо нет учетной системы, либо какая-то совсем небольшая учетная система, нет IT-персонала. И сейчас они печатают документы, вызывают каких-то курьеров или едут сами в другой офис, чтобы отвезти те документы, которые они хотят подписать и переправить своему контрагенту. Используя наш сервис, бухгалтер Таня заходит к нам на сервис по адресу частно.ком.юа, один раз регистрируется, при регистрации указывает только свой ЕДРПО, подтверждает его своим электронно-цифровым ключом. Мы тогда точно знаем, что он будет.